Ломбардный бизнес является популярным и выгодным. Ежегодно открываются сотни ломбардов. Чтобы влиться в данную сферу, необходимо тщательно изучить рынок. Суть ломбардов напоминает банковское кредитование, но суды даются под движимое имущество. Срок суд короткий. На оценку принимается ликвидное имущество, которое можно реализовать при невозвращении денег. Ломбарды специализируются на ювелирных изделиях, автомобилях, антиквариате, бытовой технике и строительной технике. Открывая ломбард с нуля, следует определиться со специализацией. Их может быть несколько, что повышает рентабельность. Самый выгодный режим работы – ежедневный и круглосуточный. Ломбард может реализовать отданную вещь, если срок просрочен более месяца или не возвращены проценты. Если товар стоит от 500 долларов, его реализуют через аукцион. Чтобы реализовать товар, владельцу необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Ломбард не может заниматься подобной деятельностью. Размещать ломбард лучше на первом этаже с входом с улицы. Место должно быть рядом с рынками и торговыми центрами. Бизнес с нуля можно начать в спальном районе, а после раскрутки открыть филиалы. Площадь помещения от 30 до 100 квадратных метров. Для открытия ломбарда потребуется торговое, специальное оборудование и оргтехника. Для организации работы ломбарда потребуется три менеджера-оценщика, два продавца, бухгалтер и три охранника. Для открытия ломбарда в крупном городе потребуется от 8 тысяч долларов. Для выдачи займов необходимо еще 30 тысяч. Ежемесячные затраты на арендную плату 2,5 тысячи долларов, на заработную плату 5 тысяч, на охрану 2,5 тысячи. Другие затраты 3 тысячи долларов. Все затраты составят 13 тысяч долларов. Ломбард будет безубыточным при выходе на 150 тысяч долларов при 10% ставке. Для этого нужно обслуживать 40 клиентов ежедневно. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.